В компании Экоструй Ресурс рассказали подробности о новом порядке расчета оплаты за обращение с ТКО, сообщает телеграм-канал администрации железнодорожного района и приводит на своей страничке таблицу расчетов. В указанном примере расчет для ИЖС на территории городских округов Самарской области. Переход на новую систему для этой категории произойдет с 1 сентября. Напомним, теперь жители региона будут оплачивать мусор из расчета не за квадратный метр, а по числу зарегистрированных в доме или квартире людей. В администрации Кировского района вновь прошел обучающий информационно-правовой семинар по вопросам управления многоквартирным домом в рамках проекта «Мой дом». Проект стартовал в 2021 году и сегодня является значимой площадкой для приобретения важных знаний, касающихся правовой грамотности председателей советов МКД. Председателям советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК рассказали о правилах благоустройства, об участии собственников в содержании прилегающих территорий. Участники семинара имели возможность задать интересующие вопросы и получить квалифицированные консультации специалистов Государственной жилищной инспекции, а также ответы представителей органов власти, депутатов и управляющих компаний. За полгода в Самарской области родилось более 11 тысяч младенцев, сообщает администрация Красноглинского района. Мальчиков среди новорожденных больше, чем девочек. 52% против 48. Об этом сообщает управление ЗАГС региона. 39% первенцы, 33% вторые дети, 18% третьи, 6,5% четвертые, 3,5% пятые и последующие. В 150 семьях появились двойни. Самыми популярными именами мальчиков остаются Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван. Девочек Ева, София, Виктория, Анна и Мария. Самые редкие мужские имена – Борислав, Добрыня, Лукьян, Спиридон и Яромир. Женские – Авдотья, Агапия, Весенняя, Златослава и Лада.